Я думаю, что на сегодняшний день опять же следственные органы должны провести полное дознание по этим вопросам, все следственные действия, потому что я думаю, что не без какого-то глубокого умысла происходят некие моменты в ракетной нашей экономике, с ракетной техникой. Это на самом деле не первый протон, который упал на территорию Казахстана. Вся история падения протонов, начиная с 2000 года, вывешена в интернете, поэтому эта информация открыта. Я думаю, что на сегодняшний день мы теряем квалификацию от сборщика до проектировщика, от маленького менеджера до великих генеральных конструкторов. Увы, королевых сегодня нет.